Итак, друзья, в этом уроке мы будем говорить о первичной цветокоррекции и о секциях Color Wheels и Primaries. То есть, для чего эти слайдеры предназначены и как при помощи их мы будем делать первичную коррекцию цвета. Допустим, давайте сперва откроем Show Scopes. Вот так. И выберем какой-нибудь, ну давайте вот выберем этот футаж. Как видно из футажа, в некоторых местах у нас по RGB красный цвет выбивает. Есть несколько вариантов исправления нейтрального цвета. То есть, нейтральный цвет, то есть, это означает, чтобы белый был белым, черный был черным. Вот здесь находится в этой секции Primaries кнопка Automat. То есть, когда мы нажмем на него, сейчас надо выбрать. И вот при помощи этой кнопки написано буква A, то есть, автомат, нажимаем на него. И вот программа, как сама считает, он исправляет. То есть, исправляет контраст и цвета. То есть, он делает белый белым, черный черным. Но это программа делает автоматом. Даже, давайте другой вот кадр возьмем какой-нибудь, еще раз нажмем. Вот он исправляет вот так. Ctrl Z, первоначальный вариант. Или же этот вариант возьмем, нажимаем на кнопку A. И вот он исправляет. Эти же функции вы можете, вот, управлять отсюда. Alt, плюс, точка A. То есть, автоколор. Перейдется в первоначальный вариант. Можно Ctrl Z. Или же, нажимаем на кнопку Original Memory. То есть, оригинальный memory. Эта функция очень помогает иногда. Сейчас я вам покажу, почему. Давайте создадим некоторые ноды при помощи кнопки Alt S. И изменим здесь, например, цвет. Пусть он станет вот таким. Если мы хотим вернуться в первоначальный вариант. Оригинал Memory. Alt Shift O. Нажимаем. Автоматом вернемся сюда. Давайте еще раз эту процедуру мы сделаем. Но на этот раз по-другому сделаем. То есть, еще раз поднимем. Давайте красный. И перейдем на другой клип, например. Опять вернемся в этот клип. На этот раз, когда мы захотим вернуться в первоначальный вариант. Original Memory. Он уже, когда мы нажимаем Original Memory. Он считает, что Original Memory у нас вот самое последнее действие. То есть, это вы всегда запоминаете. Удаляем эти ноды. Ну, принцип автоколор вы поняли. Поняли, как делается. Давайте это тоже удалим. Удалим. Для того, чтобы удалить функции нодов, которые вы делали. Color Grade. Вот. Возможно отсюда. Reset All Graded Nodes. Или же Reset Selected Nodes. Это для того, чтобы, например. Давайте вот на третьей ноде. Если мы сделаем какую-нибудь коррекцию. Если хотим, чтобы этот нод не был действительным. То есть, Reset делать. Вот нажимаете Shift. Плюс Home. Сейчас попробуем. И вот эта секция у нас делает Reset. Ctrl Z. Опять вернемся. А если хотите, чтобы все грейденные ноды были Reset. Сделать Reset. Нажимаете Ctrl Home. Сейчас попробуем. Весь материал, ноды стерлись. И вот первоначальный у нас получается форм. Первоначальный нод. То есть, получается. Так. Давайте сейчас мы будем исправлять, например, этот же шот. При помощи Auto Color. То есть, без помощи программы DaVinci Resolve. То есть, сами будем настраивать белый цвет и черный. Вот. Когда мы смотрим на вектороскоп. На Параде. Здесь даже невооруженным глазом видно, что у нас в зоне цветов. Цветов. То есть, красный немножко побольше. А синих цветов там не достает. А вот в черных областях у нас синего цвета очень немножко много. Для того, чтобы это исправить, есть несколько вариантов. Давайте выберем первый вариант. Вот, например, будем работать с Color Wheels. Здесь вот эта кнопка. Слайдер. То есть, можно при помощи кнопки мыши скрула. Когда выбираешь его, вот, как вертишь вверх, диапазон добавляется, вот, до этого диапазона, региона. А вниз можно, вот, опять же, тем самым скроллом. Вот. Или же, вот, можно вот так. При помощи этих вот слайдеров, точек, можно регулировать тональный баланс. То есть, в какую сторону вы двигаете, тот же меняется цвет. Например, красноватый, немножко синий. Вот такой. При нажатии кнопки Shift, очень агрессивно это можно менять. То есть, даже вот так нажимаете, держите кнопку Shift, и можно вот так агрессивно менять. При помощи этой кнопки можно сделать Reset, и автоматом он стоит здесь. Те же самые функции можно Lift, это область теней. Гамма, это область средних тонов. Again, область цветов. А Offset, это общий диапазон, можно двигать влево-право. Вот, например, сейчас вот, двигается весь диапазон цветов, все вместе. Но ColorWise сейчас в данный момент у нас действует функция Primaries. При нажатии кнопки на эту кнопку, или же выбирая отсюда Lock, сейчас он у нас будет работать в системе Lock, то есть Lock пространство. Это очень дает большие возможности, потому что каждый из диапазонов можно по отдельности обрабатывать. То есть, Highlight, вот, как видно из вейс-скопа, Highlight действует именно вот на этот регион, а Shadows, смотрите, все другие части остаются на одном месте диапазона, а вот нижняя часть двигается. Регулировка этих диапазонов, то есть, на какие части будет действовать этот Shadows, зависит от вот этого числа. Вот, например, добавляем это число, и когда мы двигаем, уже здесь двигается немножко большая часть, то есть, наша граница немножко передвигается вверх. Даже можно на единицу ставить, вот. Уже, в принципе, он двигается весь этот, даже средний тона. А если мы его убавим, давайте немножко, давайте два раза нажмем на эту надпись, и немножко убавим. Вот у нас сейчас будет двигаться вот маленькая часть, вот эта частичка, смотрите, вот. Это очень помогает, когда надо вот микрохирургические настройки делать. И эта функция мне в DaVinci очень нравится. Те же самые функции мы можем сделать на Highlighter. Вот смотрим, вот Highlight, вот здесь двигается вот эта часть. При помощи High Range мы можем убавить действия этого эффекта. Вот, видите? Сейчас двигается большая часть цветов. А если мы его немножко вот так сделаем, вот в данный момент только двигается вот очень маленький диапазон цветов, как видно из изображения. Ну, давайте пока вернемся на первоначальный вариант, Primaries. Вот все функции, которые мы сделали здесь, слайдером, можно сделать Reset на каждом отдельном канале здесь, Lift, Gamma, Gain, Offset, или же весь набор Reset всего. Вот, видите? Когда нажимаем отсюда Reset, вся функция здесь Reset. Ну, Saturation отсюда, конечно же, можно добавлять и убавлять насыщенность. Два раза нажимаем на надпись, и автоматом он первоначальный вариант устанавливает, то есть Reset. Это тональный, тон цветов меняет. Опять два раза нажимаем. И прозрачность, то есть яркость Luma Mix. Вот. Так, у нас здесь, как видно из вектороскопа, красные цвета, немножко много в цветах. Что делаем? Давайте поднимем сперва немножко контрастность, и нам придется добавить именно в этом части синего цвета. Вот. Немножко добавляем. Ну, примерно у нас получился нейтральный цвет. И даже я... Давайте еще немножко Gain добавим сюда. Вот. И немножко вот нижнюю часть убавим вниз. Вот так. Вот у нас получится нейтральный цвет, то есть первичный цветоколлекцию мы сделали. Конечно же, можно было еще средний тональный, немножечко. Вот золотистым делать, чтобы вот, да, цвет кожи, вот, обращаем на этот вектороскоп. Он должен быть всегда вот в таком направлении, 45 градусов. Он означает, что здесь у нас немножечко... Немножко я переборщил. Да. Ну, и еще бы я немножко добавил бы синего цвета. Вот. Чтобы здесь ровно было синей цвет. Если вот вы хотите вот именно этот участок цветов более добавить досконально, переходите на лог. И вот здесь этот регион немножко вот, как видно, мы двигаем именно этот регион. Потому что у нас сейчас в лог пространстве работаем. Это нам очень помогает. А вот внизу немножко красных мало в тенях. Это тоже исправляется. Надо его в Shadows немножко вот вниз. Если так делать, вот видно здесь, чтобы да, чтобы они все на одной линии были. Ну, это сейчас уже в данный момент получается нормальный, вот, нейтральный первичный коррекция. Можем добавлять сатуречное, если хотим. Или даже не. Давайте два раза нажмем. Ресик. Перейдем на другой. Вот, например, сейчас посмотрим этот футаж. Те же самые настройки мы сможем здесь делать. То есть смотрим. Сперва немножко поднимаем. Вернемся в Primaris. Я хочу, чтобы настройки этого футажа мы сделали, вот, Primaris. Те же самые функции, в принципе, как Color Wheels, но здесь немножко есть другие возможности. О них сейчас я вам расскажу. Например, давайте еще раз добавляем контрастность, гейна, цветов. Ну, здесь видно, как видно, немножечко, вот, здесь регион красный, зеленый ровно, но немножко синий цвет у нас не достает. Мы можем от гейна отсюда добавить индивидуально этот канал, который дает нам большие возможности, которые мы здесь тоже делали в этом направлении, то есть передвигая этот слайдер на синий канал гейна. А здесь мы конкретно, здесь добавили этот цвет слайдером. Те же самые вещи мы можем, вот, в зоне лифтинга делать, лифт делать, это тоже, вот, Shadows, можно, вот, если там красный не хватает, или синего много, просто можно поднимать, чтобы черный был у нас вот так, черным. И, если хотите средний тона поднимать, вот, немножко вот делайте вот так, убавляем, опять черный тона, вот у нас получился такой нейтральный, интересный такой футаж. Посмотрим оригинал, Alt-D нажимаем, Alt-D, чтобы нода не была действительной, не работает сейчас, отключаем, Alt-D опять включается. Вот так, первоначальный вариант, и вот так. Если вернуться назад на Color Wheels, переключиться на Lock, автоматом на Primalist тоже будет действовать Lock. При помощи Offset мы можем двигать диапазон, вот видите, RGB, то есть красный, зеленый и синий вместе, вот, право, влево, то есть регулируя их, как бы сказать, диапазон. Например, если вы захотите убрать вот эту верхнюю часть, логи, давайте мы Highlight, вот, переведем на Lock и постараемся убрать вот это верхнее свечение, чтобы диапазон немножко уменьшить. Потом при помощи Offset поднимаем это все и диапазон вот такой, то есть черные цвета вниз и можем опять перейти, перемарить и поднимать весь спектр вот такого плана. Ну, у нас получится вот такой нейтральный, более светлый получится футаж. Опять нажимаем Alt D, это оригинал, это наш вариант. Если приподняйте некоторых частей красного или зеленого диапазона, то есть вообще, если у вас появляются вот некоторые здесь, сейчас я сделаю Shift F, вот, шумы появляются здесь, это тоже не проблема. Заходим сюда, Motion Effect, и вот здесь добавляем немножечко удаления шума. Обычно я ставлю 0.8, 0.6. Давайте посмотрим. Мало, еще добавим, ну вот так вот примерно, вот так получается, вот без шумов, чистый материал, нормальный, нейтральный цвет, белый стал белым, черный стал черным. Еще раз, Shift F, вернемся, первоначальный вариант. Давайте еще какой-нибудь другой материал еще посмотрим. Открываем Show Scope еще раз. Ну, давайте посмотрим, что можно здесь сделать. Я думаю, что при помощи Primaris поднимем цвета, чтобы контраст добавить. Немножко вниз сделаем. Вот, видно, что в черных тонах у нас синего цвета очень много, а в белых тонах, то есть в цветах у нас недостает голубого цвета. Давайте добавлять. Вот, примерно. И убавляю немножко здесь, чтобы сделать черный нейтральным. Ну, немножко. У нас зеленого много здесь стало. Давайте еще немножко зеленого уберем даже. Так. Ну, хотя бы исправили немножко. Давайте еще черный и классный попробуем. Ну, приблизительно. И вот, в принципе, то же самое сделали здесь. Можно вернуться в Primaris, еще в логе работать, например, дополнительно. Вот здесь. Вот здесь шадов немножко. Ну, пусть будет вот такого цвета. Так. И еще давайте средние тона немножечко поднимем. Полутона. Вот. Ну, я думаю, что в цветах все-таки голубого цвета немножко еще надо добавить. Вот давайте попробуем здесь. Вот так. Пусть будет. Ну, приблизительно первичная цветокоррекция. И еще здесь добавляем. Добавляем. Давайте посмотрим. Нажимаем Shift F. Чтобы посмотреть. Да, нормальные цвета. Давайте еще шума добавим немножко. Вот. Ну, один пульс. Вот. Вот сейчас нормальный кадр. Ну, по-моему, да, красных цветов в тенях есть. Надо это исправлять. Но я не буду сейчас этого делать в данный момент. Впрочем, можно экспериментировать, в принципе. Чтобы там... Вот. Все-таки красного цвета много там. Так. Ну, пусть будет. Так хотя бы. Давайте еще средний этап немножко добавим. Вот. Что там было, да. Немножко так. И уберем здесь лифтинг. Еще. Вот так. Ну, по-моему, так уже сойдет. Давайте, если хотите, вот еще один футаж. Сделаем. Например. Давайте посмотрим. Добавляем. Вот. Цветов. Ну, здесь конкретно видно, что синих цветов. На синем канале не хватает цветов. Добавляем. А, сейчас он в логе, сейчас работает, сейчас. Прямарий сделаю. Вот, когда вот прямарий делаешь, он на весь... Когда я работаю на прямарий, он действует на весь диапазон. Вот. Сейчас сделаем вот так. Вот. Добавляем контрастности и немножко лифт делаем вниз. Ну, так более или менее вот такое получили мы изображение, нейтральное изображение. Кожа вот, видно, из вектроскопа нормальной. Вот, я всегда смотрю на этот значок. И можно добавлять еще средних тонов, если захотите, в принципе. И здесь убрать еще раз лифт. То есть теня. То есть, еще раз посмотрим оригинал. Alt D нажимаем. И вот. Оригинал. Давайте. А, это я уберу. Вот. То, что мы сделали. Вот оригинал. По-моему, даже кожа очень идеальная. Цвет хорош. Уберем. Можно было бы еще немножко сатурейшин добавить, конечно же. Сейчас сделаем, посмотрим. Добавляем сатурейшина немножечко. Так, нормально. Вот, что у нас получилось. В некоторых случаях вам понадобится, например, добавить контраста, но, чтобы вы захотите, чтобы не изменилось сатурейшин, то есть насыщенность. В этом плане, давайте вот выберем этот футаж, например, давайте исправлять. Ну, как видно, давайте перемарисим, будем делать. Вот. Добавляем контраст. Убираем нижнюю часть. Вот, как видно из изображения, у нас здесь нейтральный цвет пока не получается. Как видно, вот, из веев форма красный цвет и зеленый цвет. И синий, они на разных областях стоят. Надо, чтобы они все друг к другу наложились, чтобы получился белый цвет. Для этого мы опять передвигаем. Вот, обращайте внимание сюда. Вот, 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 приблизительно у нас сейчас получается этот белый цвет, который мы хотим получить. Получить, в принципе, да. А черный вот сейчас для того, чтобы делать, нам понадобится немножко убрать. Давайте я в логе уберу вот этот кусочек. Сейчас. Синего цвета. Попробую. Вот. Вот. Приблизительно вот так. И у нас, я его немножко вниз. Затклющу. Вот. Нейтральное у нас получился видео. То есть, первичную мы коррекцию сделаем. Давайте посмотрим оригинал. Вот оригинал. И то, что мы сделали. Иногда, иногда нам понадобится контраст. Сделать при помощи, вот, люминанса. Для этого убираем эту Gang Custom Curves. Чтобы, когда мы будем добавлять контраст, RGB не двигалось. То есть, зеленый, красный и синий цвет остались на одном месте. И насыщенность не менялась. Вот, сейчас посмотрим. Show Scopes. Сейчас я буду добавлять контрастность. Вот, смотрите. Вот, верхняя часть цветов передвигается. Но, у нас в вектроскопе, RGB, эти части не меняются. То есть, у нас меняется только яркость изображения. То есть, при помощи курса тоже вот можно так регулировать контрастность, не вмещаясь в цвета. То есть, RGB Saturation. Ну, потом же Saturation мы можем сами через Primaris добавлять или же убавлять. Вот отсюда. Ну, первоначальный у нас материал получился нормальным. Я думаю, что о первичной коррекции, цветокоррекции, о этом все. Практикуйтесь, добивайтесь именно тонального баланса черного и белого. Чтобы всегда на первой ноде понадобится вам сперва делать первоначальную коррекцию. Спасибо.